я планирую делать стакан риса ориентировочная пропорции где-то один двум с половином трем то есть из одного стакана риса мы с вами получим в итоге 4 стакана готового продукта то есть одного стакана на сами могут покушать двое-трое человек готовим наш замечательный ризотто посмотрите какой рис нам необходим ведь и он отличается от нашего обычного круглого риса бренд который мы с вами будем использовать это арборио рис для ризотто никогда не может потому что для того чтобы сделать кремовый вкусный ризотто нам необходимо оставить крахмал который здесь есть грим кастрюльку сотейник должен быть заранее приготовлен бульон вот наш прекрасный вкуснейший бульончик оливковое масло в среднем пару столовых ложек это блюдо не диетическое поэтому мы с вами не будем считать колораж небольшая луковичка так чесночок помните что это такое это наши жареные травы здесь у меня тимьян и розмарин все сюда как мы их готовим посмотрите видео которые вам сейчас показывают ссылочку где мы готовим стейки пошел рис стакан риса мы соблюдаем все каноны приготовления ризотто вино пошло среднем пол стакана теперь вот это вино должно полностью впитаться вниз вино нам нужно в первую очередь для того чтобы получить правильный аутентичный вкус так я добавляю немножко шафрана придаст цвет и такой вы знаете тонкий аромат и вкус шафран это приелись чуть-чуть посолим резонта заранее не готовится перед самой подачей только перед самой подачей потому что рис должен быть аль денте то есть внутри он должен быть такой жестковатый сверху мягкий только сварился сразу сервируем и кушаем если вы его оставите хотя бы еще на 30 минут получится такая густая плотная каша это уже будет не ризотто ну конечно можно в принципе разбавить как во многих ресторанах и делают добавили бульон и он опять заново играет конечно когда сервис у тебя допустим 150 200 человек никто не будет индивидуально готовить порцию вино практически все впиталось видите рис полностью полностью его забрал ну и теперь добавляем вы спросите а сколько нужно бульона а бульон вы знаете мы будем вот добавлять постепенно добавить да вот добавили мы черпачок горячего бульона нашего смотрим пока он полностью опять не впитается креветок я буду жарить в самый последний момент креветки готовятся одну буквально ну две минуты то есть у нас с вами как вы обратили внимание салса готова в теплой духовке у меня стоит тыква сейчас ризотто буквально через пять минут уже будет готов и мы сразу пожарим креветки баб и подали и так ребята у меня здесь уже шесть половников каждый половник у меня в среднем 100 миллилитров то есть ориентировочно три стакана бульона ну еще в периодически да так чтобы он не подгорел рис конечно же как я уже говорил нам необходимо сделать максимально кремовый состав этого нашего замечательного ризотто еще буквально минут пять-семь и будем заканчивать большая большая столовая ложка сливочного масла активно вмешиваем нет это не диетическое итальянцы не любят диетическое 70 грамм пармиджану сюда же мама мне какой же аромат как тебе очень бомбически да оля-ля немножко цедры лимончика много не надо совсем чуть-чуть совсем готова сейчас я хочу тебе дать попробовать спасибо очень и очень хорошо то есть таком состоянии нашего ризотто может находиться ну минут среднем 15-20 после этого конечно же рис начнет более впитывать в себя влагу и естественно вот этой уже кремообразной структуры мы не получим мы потеряем ее Аризотто Аризотто Вкуснейшие креветки Сальса верде И печеная тыква Сейчас будем пробовать Лимончик Вот так вот Наши замечательные креветочки Достали Креветочка Сейчас тебе сделаю, Анютка Идеальное канапе Так Салса Я не думаю без креветочки Как же без креветочки то Ну вот Вот видите какая красота Это нечто Это кисловатый рис От вина он такой хмельной Слегка Вот это богатство специй И это сладкая тыква Вот это сочетание и креветка И орешек Боже мой Это бомба Очередная бомба Вот такие вот дела ребята Так что готовьте Наслаждайтесь прекрасными блюдами ресторанными Удивляйте своих друзей Разуз их Да То Так что